У нас идут судебные разбирательства, мы все 8 месяцев нам трощат магазины, делая все препятствия, мы остались просто без средств существования, понимаете? Они не являлись на суды, они поначалу тянули время, тянули ни одной нету причины, ну там в суде, там много есть интересных вещей, подался один паспорт, потом этот паспорт пропадает, подался другой паспорт, ну короче, мы, насколько мы уже в этих законах, может не очень, но нам это тоже уже смешно становится. И при этом они говорят, что мы тянем ее, они не делают этого, значит почему, скажите пожалуйста, он хозяин, он говорит, что он хозяин, это моя земля, это все мое, мы же не против, что он хозяин, мы просто потребовали документы у него, просто предоставить и дать нам квитанции на оплату, всего лишь навсего, которые нам все года не выдавались. Были всякие отговорки по этому поводу, но он, ну никак не предоставлял нам ни одной квитанции. Сколько месяцев оплата занималась у вас листовая без каких-либо документов? Мы сколько, 6 лет, 6 лет, как стоит рынок. До этого у нас стояли свои контейнера, мы работали в своих контейнерах, кто на улице со столиками, поэтому нам выдавались услуги рынка и мы работали. Потом у нас построили магазин и стала у нас арендная оплата. Хорошо, мы пошли на эту арендную оплату, но ни одного талона, если он предоставит за эти 6 лет все талоны, я буду очень удивлена, понимаете? Вот почему. Потому что он не дал ни одному человеку за эти 6 лет. И только когда мы потребовали эти документы на рынок, на оплату нашу. Ну какой-то подтверждающий документ ведь у меня должен быть. Понимаете? И поэтому мы обратились в область, почему мы сюда приехали. Мы обратились именно сюда. У нас состоялся круглый стол, на котором мы обговаривали все вопросы. Мы о чем-то договорились подписать юристы с нашей стороны, с его стороны, и чтобы и независимый юрист. Три получились юриста, чтобы были. Мы пришли, оплатили, нам выдали квитанцию, а то без печати, ну может мы не понятно, нам одну квитанцию эту выдали. И после этого он подает на нас в суд. Мы судимся, идут судебные разбирательства. Но мы не можем эти 8 месяцев работать, понимаете? Пока идут. Оттягивался суд. По каким причинам? Ну мы предполагаем эти причины, понимаете? И поэтому мы не могли, мы не можем нигде добиться, чтобы нас оставили в покое. Если суд решит, ведь нам сказали в милиции, везде, где мы не обращались, решит только суд. Мы судимся. Так оставьте наши товары. У нас стоят камеры, которые течет на них дождь, они ржавеют. Мы теряем свое имущество, мы потеряли товар. У девочек, у многих замерзли овощи, когда пробили нам крыши зимой. Мы прошли такой путь, понимаете? И мы хотим теперь обратиться. Но что нам делать дальше? Мы везде. Мы в прокуратуре были, мы в полиции были. Мы с областью общались, в мэрии мы просто живем. Мы скоро там будем жить, на кроватях, понимаете? Мы не можем, у нас нет просто теперь на кусок хлеба. Мы приехали, мы не знаем дальше, что нам делать. Но дальше у нас будет путь, мы понимаем, но только где-то выше.